Конкурентность. Иногда говорят равные фигуры. Но понимаете, в чем дело? Равные – слово немножко обманчивое. Дело в том, что когда вы говорите равные, совсем равные, это означает, что у вас какие-то два объекта действительно абсолютно совпадают. То есть это одна и та же фигура. А конкурентность – это другая партия. Чтобы вы поняли, что это такое, проще всего сказать так. Это одинаковые и по площади, и по форме, и по всем размерам, и по всем углам. Другими словами, если вы вырежете одну фигуру из плоскости и другую фигуру, представьте себе вы тоже, то их можно совместить. Кстати, здесь сразу есть два варианта. Разрешаете вы переворачивать или вы не разрешаете? Это важная штука, потому что, вот смотрите, скажем, моя левая рука и моя правая рука легко совмещаются вот так. Согласны? Да. Но при этом, заметьте, пожалуйста, у меня ладошки, да? А попытаюсь я вот так совместить? Видите? В одном случае большой палец, в одну сторону, в другую сторону, в другую, так и совмещаются. То есть, если у меня есть руки, вот на столе расположенные, да, вот я проживаю, то, если я буду передвигать по столу, сколько я не двигаю, я не смогу их совместить. Саня, пытайтесь своих подвигать по столу, вы можете совместить четыре пальца, кроме большого. Замечательно. Да и то, заметьте, пожалуйста, при этом мизинец совмещается с указателем, правильно? А вовсе не наоборот. Но, чтобы по-настоящему совместить, вам придется перевернуть. Это называется ориентация плоскости. Вот, да, у плоскости есть понятие вращение под часовой стрелки. Вращение под часовой стрелки, это вот так вот, да? И вращение против часовой стрелки. Так вот, сколько вы не передвигаете плоскость, и сколько вы не поворачиваете плоскость, а понятие вращаться против часовой стрелки или вращаться по часовой стрелке не изменится. А вот если вы перевернете плоскость, то изменится. Значит, господа, давайте поговорим все так. Я не двигаю. Принято. Если эти понятия различаются, если вам важно, что ориентация не менялась, об этом непременно специально говорите. То есть, когда я буду просто говорить «равная фигура», дело в том, что это слово, оно чуть-чуть неудобно произносит по-русски, оно такое немножко с иностранным акцентом, поэтому иногда говорят «равная» для простаты. Хотя точный термин он такой, «катуральный». Так если важна ориентация, то об этом обязательно, специально будет. Если ничего не говорится, значит, не обращаем внимания, значит, можно переворачивать. Итак, первая задача на понимание вообще, что это такое. Берем уголок, составленный из трех квадратов. Задача. Разрежьте его на 2, тот же самый уголок на 3, и тот же самый уголок, пожалуйста, разрежьте на 4, разрежьте на 2, на 3, на 4, как в этой части. Равнобедренный прямоугольный треугольник требуется его разрезать на 4 конкурентные части. Дальше взяли ратик размером 4х4, и в нем отметили вот такие вот клетки. Задача – разрезать на 4 конкурентные части, чтобы в каждой из них была бы ровно одна отмеченная клетка. Дальше. А вот этого нет, да? И вот этой одной клеточке тоже нет. Давайте я покажу. Итак, 4 клетки, поднимаемся, одна клетка, поднимаемся, и вот так, замечательно. Разрезать такую фигуру на 2 конкурентные части. Рядом. Я рисую абсолютно такую же фигуру, только задание будет такое. Разрезать ее же на 3 конкурентные части. Если бы мне не хотелось сегодня больше другого сделать, то есть у меня просто целое занятие разрезания на 3 конкурентные части. Жизнь, что у меня, это не я придумал, это много-много лет, еще в тематике это все известно. Огромное количество есть красивых примеров на разрезание, то есть в интернете это все выложено, можете посмотреть. Только единственное, когда будете смотреть, советую сначала сами попытаться порезать, а уже потом смотреть, как я это делаю. Симпл инь и янь. Знаете, такое есть, да? Да. Вот, симпл инь и янь. Устроен следующим образом. Мы здесь вот берем полуокружность, здесь берем полуокружность, и вот эта вот нижняя – это одна часть, верхняя – это другая часть, да, вот, половинка белая, половина черная. Разрежьте одну из частей, ну, например, верхнюю часть разрежьте на две равные части, а, например, нижнюю часть разрежьте на три. А в книжке, так вообще написано, разрежьте на семь конкурентных частей. Ну, если честно, на семь – это ужасно. Это я просто не могу… Если бы меня был копир, я бы это легко нарисовал. Так, на две равные части, давайте. Молодец, конечно, абсолютно понятный вид. Обратите внимание, преобразование, которое переводит вот эту фигуру в эту, это осевая семена. Видели? Да, да. Вот, относительно такой привод надо осуществить семенку. А, ну да. Стопил спросить, действительно. На четыре. Надо отметить у этого квадрата цепля, у этого, у этого и соединить. Вот эта штука, как, впрочем, и все остальные, это у нас, между прочим, по форме такая же, как и вся большая. У вас нет? У вас нет. Поэтому, если вы хотите, вы можете взять и представить себе, что вот эта фигура, это вот эта. Представили? И что в таком случае будет? В таком случае, вот если представлять себе, что это входит, как бы эта. В таком случае вы можете пририсовать здесь вот уголок. Представили? Здесь пририсовать уголок, здесь пририсовать уголок. И у вас такая штука стала больше. И так далее, и так далее. В результате можно покрыть огромную площадь таким возрастающими штуками, а если каждую из них разрушается, то получается целая конструкция. Это называется самоподобные фигуры. Таких фигур довольно много существует. Нет, смотрите, вот. Это я бы пытался объяснить, что прямой угол. Это не часть фигуры. Да, да, спасибо. Конечно, так. Здорово. Смотрите, когда вы проводите вот эту линию, то у вас равномерный прямоугольный треугольник делится на две половинки, каждая из которых это тоже равномерный прямоугольный треугольник. Согласны? Вы после этого в каждой из них проводите. Ну, это легко. Это степень легко. Так, это кто? Отлично. И сюда что-то? Сюда. 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 Какая-то? Вот это? Вот это один. А это? Один. Ну, потому что... Вот, Илья, я напоминаю, вы хотите. Следующий. Хорошо. Здесь что? Сомневаюсь. Здесь четыре. И здесь две тройки. Вы решили задачу. Отлично. Так, народ, заметьте, пожалуйста, заметьте, что у нее есть. У нее вот такая вот кнопка. Увидели, да? Такая вот кнопка. И таких кнопок четыре штуки. Сразу скажут, у этой задачи есть еще другое решение. А, кто-то даже придумал, да? Да. А где конкурент сейчас? Еще есть. Это не еще есть, а вот это неправильное решение. Давайте обсудим, почему. Давайте подсчитываем количество клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь, восемь, девять. У вас не совпало даже по количеству клеточек? Запросто можно взять, добавить еще одну клеточку. Еще одну клеточку. Но, тогда они совпадут по форме. Что ты сейчас? Да ничего, отмечаем клетки, чем не верно. Потому что равенство не по площади. Я же про это и говорю. Они должны совпадать при наложении. Поэтому вы разрезали их на две фигурки по восемь клеток, но эти фигурки разных форм. Садитесь. Если разрезать вот такой вот вертикальной линии, то при сдвине вот настолько происходит такое вот решение. И преобразование, которое переводит одну половинку в другую, устроено так. Нужно взять вот эту фигуру, перевернуть и сдвинуть. Правильно? Спасибо. Отлично. Отлично. Молодец. А вот здесь, половинку в другую фигуру и сдвигали ее вот на такой вертик. А здесь преобразование совершенно другое. Называется скользящая симметрия. Что это такое? Это осевая симметрия и сдвиг вдоль оси симметрии на две леточки на правом. Итак, мы переворачиваем и сдвигаем на две клетки. Отлично. Теперь, кто умеет, давайте, на три компрометные части разрезать ту же самую фигуру. Решил. То, что он начал делать, означает, что он полностью понимает ситуацию. Он понял, что надо делать параллельный перенос не на две клетки, а на четыре третьих клетки. Для этого он там режет на три равные части. То есть объясняю. Четыре разделить на три – это одна целая одна треть. Да, молодец. Пожалуйста, соштрихуйте центральную. Тут у нас три части. Из них соштриховывают центральную. Мне кажется, тогда все больно непонятно, что если вы ее сдвигаете направо на одну целую одну треть клетки, то получаете вот эту сверху равную часть. Если вы эту центральную часть двигаете налево, вот эту целую одну треть, то получаете все больно. Ну, если честно, вниз она не пойдет. Вот как-то здесь очень резко забрали вниз. Дело в том, что у вас есть вот диаметр, а с него будет нарисована полуокупность. А, разумеется, понятно, да? Касательная будет идти вот так. Но идея правильная. Проводим вот такую вот. Заметьте, она получается из этой поворотом на 90 градусов. И, соответственно, вот здесь вот тоже поворот на 90 градусов. Спасибо. Кто сумеет решить задачу о разрезании второго половинка на три конкурентные части, заштрихованную часть фигуры и не я. Попрошу вверху разрезать на 4, а внизу аж на 6. Господа, идея поворот. Пишем? Одна часть должна переходить в другую при помощи поворота. Подсказка. По-во-рот. Если кто-то из вас видел цветы, то вы могли обратить внимание, что довольно часто цветы устроены так. Есть один липесок, рядом такой же, рядом же такой же, рядом же такой же. Согласны? Замечательно. А теперь вопрос. Кто вам мешал догадаться до этой мысли здесь? Вот рассказывайте. Здесь всего 360 градусов. Да. Отлично. Значит, половина – это 180. Да. Значит, берем вот эту руку, режем на три одинаковых. После этого мысленно проводим отрезок вот здесь, проводим отрезок вот здесь. И такую вот полуокружность рисуем здесь и рисуем. Понятно? Теперь вопрос, какая у нас получается часть ответа. Понятная идея? Заметьте, пожалуйста, здесь угарок – это третья часть большой вот этой вот полуокружности. То есть шестая часть – здесь полуокружность, здесь полуокружность. Как делаем это? Что такое разделить на четыре? Ну как, надо вот эту вот окружность, полуокружность. Сначала разделить пополам, а потом каждую с половиной еще пополам. Так, и будет за четыре части. Итак, пусть. Этот отрезок – диамет такой полуокружности. Что нужно сделать для того, чтобы все стало хорошо? Ну как что? Нарисовать здесь полуокружность. Идею поняли? Нарисовать здесь полуокружность. Получается такая фигура. Дуга большой окружности, полуокружность и полуокружность. Что нужно будет здесь делать? Разрезать на? На шесть. И это можно и не будет делать. То есть понятно, как это делается. Проводите, проводите здесь полуокружность, проводите, проводите еще полуокружность. Ну, в общем, здесь проще сделать зеркалку, я просто хочу, чтобы не очень красиво получится. Так, смысл понятия. На самом деле, на какое угодно количество конкурентных частей можно разрезать фигуру, поскольку вы можете разделить со 180 градусов на любое количество равных частей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!